Всем привет и здравствуйте! Меня зовут Марина. Я очень рада по-прежнему, что вы заходите ко мне в гости. Вас стало еще больше. Мне очень приятно. Сегодня я хочу снять видео про такую красоту. Про Lolita Land. Олимпика, да? Всем известный аромат. Многие охотятся, ищут его. Мне повезло купить у девушки-коллекционера вот такого потрясающего коньячного цвета. Я знаю, что есть от бледного-бледного такого лимонадного цвета. И розовый даже, и вода такой темный. Многие говорят, что хорошо бы купить именно коньячного цвета. Но не знаю, в чем суть. Но для меня это просто красиво. Хочется показать эту прекрасную крышку, погрузить перед вами. Посмотрите, такой сказочный олененок с крылышками, с цветочками. Просто такая волшебная красота. И кажется, что сейчас побегут олени, цветочки, бабочки. Но на самом деле аромат не про это. Давайте начнем про ноты аромата. Здесь очень много цитрусовых. Это и грейпфрукт, и лимон, и лайм, и апельсин, и мандарин, и слива, и черная смородина, персик. То есть фрукты, цитрусы, далее ваниль, бензоин, лакричник, мускус. Многие по отзывам пишут, что это очень зубодробительно, это сладко, конечно, аромат гурманский, сладкий. Но для меня, я так вам скажу, это такая ванильная спираль, которая крутится и выдает разные ноты. Для меня он не сильно сладкий, потому что цитрусовые ноты, они как бы выходят из-под этой сладости. И слива такая тонная. И вот знаете насчет цветочных нот, которые здесь есть, роза и жасмин, нету их для меня, их здесь нету, не чувствую совсем. Только лакричник, и ваниль, и цитрусы. И слива, ну, вот где-то намеком. Если наносить, так скажем, дозированно, это теплый, красивый гурманский аромат. Да, я соглашусь с теми, кто говорит, что это история уже, да. Кто поймал вот это вот уже в конце, кто не пробовал. Но это, кстати, одна из работ Фрэнсиса или Франсиса Куркиджана. Да, аромат 2018 года, а его знаменитая Бакара 2015. Да, вот если поменять года местами, я бы сказала, вот здесь он потренировался и создал потом шедевр. Но нет, казалось бы, наоборот, видимо, не очень сильно увлекся этой работой, может не проникся. Но это мои такие глупые мысли, но тем не менее факт остается фактом. Красивый, теплый, вкусный аромат с раскрытием. И, ну, для меня все-таки он не сильно душный. А вот все-таки лайм, я лимон, и вот отчетливо слышу. Ну, давайте так, это аромат про ваниль, про красивую ваниль с фруктами и цитрусами. Кто не попробовал, обязательно попробуйте, тем более цена на него очень такая симпатичная, можно сказать сказочная. Но аромат все-таки, да, не такой сказочный. Муж даже, знаете, сказал пахнет вишенкой где-то ему. Вот удивительно, я не уловила такой ноты вовсе. Но, тем не менее, вы знаете, для любителей сладкого, ну, стоит рассмотреть. Ну, и просто для альфакторного знакомства такого, ну, просто потрясающее видео по просьбе. Я, в принципе, и сама хотела снять, но вот как-то все откладывалось. Сейчас мы на природе, мне показалось так кстати. В общем, спасибо, что вы ко мне заходите. Заходите и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok